Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос Отвечают ли дети за грехи предков? Как правило, этот вопрос задают после того, как в книге Исход прочитывают Накажу детей до 3-4 поколения И начинают, благодаря этой цитате, пытаться найти проблемы свои собственные в грехах моих родителей Почему я страдаю, почему мои дети страдают Я думаю, что здесь не так надо вопрос ставить Потому что если хорошо порыться в Библии, то на любой вопрос можно найти совершенно противоположные ответы Есть такие цитаты? Это во второзаконии Отцы не должны быть наказаны смертью за детей И дети не должны быть наказаны смертью за отцов Тоже цитата Я думаю, что само понятие наказания Оно немножко в мозгу человека Принимает такие юридические формы Где гипотезы, депозиции, санкции Они находятся в зависимости друг от друга И от начального уже идет вариант до конечного Потом мы ждем, что в конце должно быть от 3 до 5 Вот, но Само понятие наказания Вот смотрите Для примера Папа с мамой употребляют алкоголь Появляется ребенок Ребенок появляется вследствие употребления, злоупотребления алкоголя Появляется больным Кто наказал этого ребенка? Что? Бог? Бог для умных людей написал Вашему здоровью вредит На пачке сигарет написал Тебя вразумляет там Минздрав Все равно человек берет и что-то потребляет В связи с нарушением какого-то закона Появляется физиологическое изменение В составе организма человека И человек приобретает какую-то болезненную форму Которую передается детям Кто наказал ребенка? Бог? Да нет Человек сам является наказателем своих детей Нерадивым наказателем своих детей А потом пожинает плоды Но чтобы С себя ответственность снять Человек пытается иногда А вот это за грехи родителей А вот там Не надо искать В чужих проблемах Вернее, в своих проблемах чужих грехов Вот поэтому надо Понимать, что Каждый человек Судим за свои собственные грехи Вот И понятие наказания Не складывается из нашего восприятия этого мира Если что-то в этом мире Мы считаем плохим Или нездоровым Или неправильным То это не всегда наказание Аминь Аминь Аминь